привет скорпионы это торопрогноз для вас на ноябрь 2023 года что ждет всех скорпионов ноябре во всех сферах жизни это конечно же общий расклад если вы желаете рассказания только для вас можете написать на мой телеграм или на мою электронную почту контакту вы найдете у меня и так ноябрь для скорпионов это ваш месяц я поздравляю все скорпионы с днем рождения праздновать свои дни рождения это прекрасное время и конечно у многих были тяжелые тяжелый год был у скорпионов я думаю же потому что по вашему сектору были затмения на оси скорпион телец но вы все преодолели и сейчас вы уже празднуете свой новый год жизни с другим настроением я уверена у многих скорпионов это так это какая-то гора с ваших плеч спала с последним затмением в октябре и обязательно нужно начинать жить с новыми силами давайте посмотрим что ждет вас ноябре я беру шесть карт потому что это соответствует шести сям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека итак первая карта это сектор партнерских взаимоотношений карта развилка здесь может означать что у вас есть два партнера два друга подруги два любовника любовницы и вы возможно не знаете кого из них выбрать может быть вам одновременно нравится два человека также конечно развилка может означать что вы вообще не знаете стоит ли вам сейчас вступать в отношения или нет стоит ли вам выходить замуж жениться или нет то есть это какая-то жизненная развилка в которой замешаны другие люди и может быть вы решаете сможете ли вы довериться этому человеку сможете ли вы рассчитывать на него или нет или стоит рассчитывать только на себя вот такие вопросы вас могут волновать в ноябре но мы сейчас еще откроем другие карты и дополним конечно все карты будем дополнять из колоды монологи оракул монологи и из оракула старкот карта смерть во втором секторе финансов и интимной жизни может означать что вы заканчиваете какую-то вашу работу какой-то ваш проект какой-то прошлый уровень дохода заработка либо спонсорство который был у вас тоже может заканчиваться и вы вынуждены начать новый цикл заработков новую работу возможно может быть кого-то уволили либо но просто ваш доход изменится трансформируется как он трансформируется это возможно покажет уже следующий месяц декабрь но вам определенно нужна какая-то перемена ваших финансовых делах может быть это новый банк может быть это кредит или наоборот вы закончите наконец-то платить кредит и больше вас не будет долгов то есть все ваши долги навсегда умерли это плюс да или например вам нужна новая работа но вы это как бы понимаете но вам конечно трудно внутренне что-то подыскивать либо работа закончилась новой еще нет то есть карта смерть это конечно перемены но иногда тяжелые тем более связаны с финансовыми какими-то деньгами поступлениями здесь может быть какой-то застойный момент скажем так особенно если вы занимаетесь бизнесом и может быть какой-то период в ноябре когда вы ощутите недостачу ваших средствах поэтому будьте осторожны с расходами да наверное стоит а это как-то придумать заранее но вы уже предупреждены кстати по поводу вашей интимной жизни восьмой сектор сейчас мы конечно дополним еще что здесь относительно этого но это тоже может означать что может быть вы боитесь вступать в интимные отношения с кем-то либо вы прекратили взаимоотношения с каким-то человеком может быть он вас и финансово поддерживал в том числе либо вот это партнерские отношения которые у вас раньше были они же и финансовый да такое часто бывает у скорпионов тельцов и здесь вот вы оказываетесь на какой-то развилке действительно интересно что здесь может быть такое у скорпионов давайте открываем следующие карты время бежит время пришло вы думаете об этом о том что время идет может быть вы хотели бы куда-то съездить может быть вы хотели бы даже куда-то переехать да или получить какие-то документы и вы волнуетесь что вам будет недостаточно может быть времени чтобы это сделать либо вы уже долгое время находитесь наоборот за границей да и вы хотите вернуться обратно здесь карта время может означать что вы ждете чего-то это может быть визы документы какую-то поездку какие-то сообщения либо вы ждете например как когда начнется или закончится ваша учеба интересно мы сейчас дополним еще эту карту карта звезда прекрасно это говорит о том что вы уже знаете куда вам следует идти несмотря на то что здесь вышла развилка например да в партнерских отношениях либо бизнесе там по карте звезда вы как будто подсознательно уже выбрали свой путь и только вам остается решить какие-то ваши повседневные дела проблемы и заботы чтобы вот выйти на этот уровень который вы давно задумали конечно карта звезда в не очень может быть таком как сказать но это чтобы хорошим но иногда звезда может показывать ваши мечты о будущем до которые так и остаются мечтами и вы их не можете пока реализовать либо вы не хотите да и вам удобно вот так мечтать о чем-то либо действительно у вас есть какие-то еще препятствия на пути к достижению ваших целей но у вас есть цели и они прекрасные по карте звезда здесь может быть в будущем у вас будет работа либо супруг брак именно тут о котором вы мечтали посмотрите здесь выходит мужчина в секторе друзей партнерства романов да может быть если вы женщина да то для вас будет особо интересен какой-то человек которого будете страстно желать это будут такие страстные отношения потому что здесь мужчины раздеты но в секторе сексуальных отношений у нас вышла карта смерть смерть и восьмой сектор это одно и то же потому что в гороскопе скорпион отвечает за смерть и трансформацию то есть когда мы испытываем оргазм когда мы доходим в какой-то ситуации до кульминации потом наступает спад и вот это и есть такая маленькая смерть каждый раз когда у нас такие очень глубокие сексуальные отношения поэтому это в какой-то мере может быть связано может быть какой-то партнер человек заставит вас переосмыслить свой уровень сексуальности свою самооценку но конечно плохом варианте это человек может просто растоптать в вашу самооценку и будете чувствовать себя просто как без сил без энергии то есть возможно есть какой-то человек который очень много берет у вас энергии но не возвращает ее да это какой-то энергетический вампир либо вы сам такой человек такой мужчина которому все мало и это уже стало влиять вот ваши может быть какие-то неправильные отношения с женщинами потребительское уже стало влиять и на вашу жизнь финансовом плане да на вашу самооценку что-то здесь может заставить задуматься вашей самооценке но вообще мужчина в секторе друзей говорит о том что кто-то среди ваших друзей возможно вы уже знаете этого человека может быть стать вам ближе чем просто друг вы можете опять же знакомиться в социальных сетях но здесь очень такой сексуальный посыл поэтому может быть конечно такое тоже бывает да когда вы кого-то встречаете и так страстно сразу у вас развиваться начинают взаимоотношения 12 сектор луна 6 12 сектор луна звезда между прочим а скорпионы это 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 вот эти карты вместе могут означать действительно очень важные события в вашей жизни и в личной жизни тоже и вообще на подсознательном каком-то уровне звезда и луна это светило и конечно звезда это не солнце но все равно она здесь играет важную роль потому что она выходит самым высоком десятом секторе в угловом доме да поэтому скорее всего вы очень много волнуетесь из-за вашего статуса может быть вы волнуетесь о том что люди скажут что подумают о ваш 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 партнер ваши родственники коллеги друзья но вы хотите по карте луна вы здесь как будто бы опять же подсознательно уже меняетесь вы становитесь другим человеком вы чувствуете что вам мало места в той атмосфере в том коллективе где вы находитесь и вы уже ну как бы волнуетесь и это может сказываться на вашем подсознании как будто бы вот у вас действительно что-то идет не так не то чтобы не так а как сказать но вы выросли из той жизни который у вас уже было и кстати здесь может у вас быть даже психосоматические какие-то заболевания потому что вы не реализуете себя скорпионы кстати вы можете не реализовывать себя сексуально вы можете не реализовывать себя с партнером вы можете чувствовать недостаточно каких-то финансов и по карте луна здесь двенадцатом секторе это все может отказываться на вашей психосоматике подсознание на вашей внутренней тревожностью очень много может быть тревожности у вас в ноябре давайте спросим у колоды старкоды с чем это может быть связано и как это вообще отразится на вашей жизни на вашем событий нам уровнем и так как то карта близнецы близнецов да здесь мы видим два шмеля которые опыляют цветы и здесь у нас кстати уже была карта время это говорит о том что у многих скорпионов могут меняться круг общения людей с которыми вы раньше общались то есть меняются ваши соседи меня есть ваши отношения с братом или сестрой вы действительно кто-то может быть задумывается о переезде может быть вам больше не интересно вести какие-то блоги кому-то неинтересно учиться кто то может быть даже действительно ну либо идет конечно на учебу может быть действительно да кто-то решает пойти на учебу а кто-то наоборот Ну, считают, что сколько можно, почему я должен быть вечным учеником, да, и вам уже хочется, может быть, стать учителем наоборот, или наоборот, перейти из учителя в ученика, вы понимаете, что вы ничего не знаете там о какой-то, о каком-то деле важно, да, потому что всё-таки близнецы — это общение, учёба, постоянно обновление какой-то новой информации. Может быть, вы никогда не меняли ваш автомобиль, да, или что-то такое, либо действительно вы всегда жили в одном месте, и здесь вот что-то происходит, ваш кругозор раскрывается, и вы понимаете, что так, как вы разговариваете, на каком языке вы разговариваете, с кем, кто вообще вас окружает, это всё уже требует каких-то новшеств, каких-то перемен. И, кстати, возможно, неудивительно ведь, потому что для скорпионов действительно открывается много каких-то дорог, потому что третий, девятый сектор — это дороги, это документы. Если вы не могли получить какие-то виды на жительство, гражданство, вы не могли переехать, вы можете начать, начинайте сейчас путешествовать, потому что из вашего сектора навсегда уходит планета Плутон. Плутон в третьем доме могло давать вам проблемы, например, вы не могли договориться с вашим братом, сестрой, кузеном, кузином по поводу раздела какого-то имущества, или вы никогда не знали, кто ваш брат или сестра, то вот сейчас вы выходите на новый уровень в этих делах, и Плутон уже войдет в ваш четвертый сектор и будет уже влиять на ваш дом, семью, домашний быт, на вашу карьеру, дальнейшее какое-то видение вашей цели в жизни. Поэтому действительно многие скорпионы становятся, что ли, более общительными, и какой-то жизненный момент, который был застойный, особенно это связано с тем, что я говорю, автомобили, общение, учеба, переезд, другие страны, вот это все, багаж, который вы копили последние 15 лет по этим вопросам, как будто бы это двигается вперед, и в ноябре вы почувствуете это особенно. Еще одну карту хочется взять, и это четвертый сектор. Ну вот четвертый сектор – это как раз-таки насколько вы защищены в своем доме, в своей семье. Может быть, вам нужно уже покупать какое-то новое жилье или свою квартиру иметь, где бы вы чувствовали себя защищенно по карте Луна. И здесь действительно очень резко, ну не резко, как сказать, а остро, что ли, начиная вставать вот этот вопрос семьи, если, ну, это может быть несколько вариантов, может быть вопрос материнства или отцовства, вы решаете, наконец-то, завести ребенка, вы думаете о том, что как было бы хорошо иметь детей, да, либо наоборот, ваши дети уезжают из дома, и вы опять волнуетесь, потому что, как бы, дети уходят в новую жизнь, вы вынуждены их выпускать. Что-то меняется в вашем повседневном укладе жизни, может быть, вы работаете, да, или ночами, или, ну, вот, что-то связанное с местом вашего жительства, может быть, кому-то, кто-то вынужден сменить жилье, да, в связи с какими-то событиями внешними. Но, тем не менее, здесь по карте звезда, я думаю, что у вас есть возможность улучшить свои жилищные условия и оказаться все-таки в безопасности. И давайте посмотрим, что колода Оракул Мунологис, какой совет она даст Скорпионам. Полная луна в знаке Зодиака Овен и новая луна в Близнецах. Видите, опять повторяется тема Близнецов, так что действительно у вас будут новые какие-то контакты, общения, автомобиль, новые поездки. Может быть, у кого-то это даже новое имя или фамилия. Новая дорога в жизни. Новая дорога – это, конечно, по Близнецам. И здесь еще написано «Communication is a key», то есть ключ к тому, чтобы улучшить как-то качество своей жизни, интерес к жизни, вам нужно общаться. Поэтому, возможно, вы присоединитесь к какой-то группе, коллективу. Может быть, какой-то один специальный человек откроет для вас что-то новенькое. Или вы будете больше бывать на людях. Либо наоборот, вы сузите ваш круг только до общения внутри семьи, потому что третий и девятый секта – это как близкое окружение, так и далекое. А Близнецы все-таки – это близкий круг людей. Может быть, действительно, вы больше будете общаться с кем-то только из вашего близкого круга. Может, у вас родится еще брат или сестра. По полной луне в Овне карты советуют вам проявлять какие-то лидерские качества, не бояться идти вперед, не бояться делать то, что вам нравится, проявлять себя эмоционально, признаваться в любви, заниматься каким-то новым хобби, даже в каком-то плане упрямиться, даже выяснять отношения, может быть, на более повышенных тонах, если того требует ситуация. Потому что Овен – это же ведь тоже ваш знак Зодиака, потому что Марс, планета Марс, она чувствует себя хорошо как в знаке Зодиака Скорпион, так и в знаке Зодиака Овен. Поэтому у Скорпиона есть вот эта скрытая агрессия, в то время как Овен проявляет ее внешне. Поэтому, может быть, действительно многие Скорпионы начнут выяснять отношения с кем-то, пока же не Близнец и Овен, да? Может быть, вы решитесь на какие-то судебные дела, может быть, вы решитесь наконец-то сказать вашему соседу, чтобы он, не знаю, не косил траву близко к вашему участку или что там может быть, да? То есть это сила слова. И такая серьезная сила слова у многих Скорпионов, общение какое-то несколько даже резкое. Но будьте осторожны, опять же, в этом, чтобы не обидеть, и не поругаться с вашими близкими людьми, с вашими соседями. Итак, дорогие Скорпионы, давайте возьмем еще карту, кстати, знаете какую? Чтобы вот эту развилку посмотреть. Не хочу почему-то заканчивать расклад. Мне хочется узнать, что это за развилка и что это такое может быть в партнерских отношениях. Мне это тоже интересно, потому что я, у меня Луна находится в знаке Зодиака Скорпион, Скорпион, поэтому я очень люблю Скорпионов. И, возможно, у меня тоже будет какой-то выбор в жизни. О, это карта Крест. Но что здесь хочу сказать? Крест — это окончание. Это, опять же, связано со смертью. Действительно, такое может быть. У меня сейчас тоже в жизни происходит такой момент, когда отношения... Я принимаю решение, скорее всего, да, я, в принципе, наверное, уже это сделала, чтобы закончить отношения с человеком. И таким образом у меня открываются другие варианты развития жизни. Поэтому, Скорпионы, если у вас что-то похожее, то не бойтесь. Не бойтесь, потому что, когда вы ставите на чём-то крест, у вас автоматически открывается другая дорога. Крест — это не конец пути, а переход. Переход, когда, возможно, есть у вас ещё какое-то время, там, одиночество, реабилитации, а потом новый путь, да. В общем, не бойтесь, не бойтесь делать выбор в ноябре, дорогие Скорпионы. Я желаю вам счастья, чтобы всё самое лучшее для этого расклада сбылось. И до встречи на моих следующих видео. Всем пока!